Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами поговорим про саженцы винограда, точнее про их виды. И на это видео меня натолкнули определенные вещи, определенные события. Как-то последний сезон участился запрос на саженцы с закрытой корневой системой, да еще и двухлетки. И вот мне кажется, что люди, которые это спрашивают, я не знаю, кто-то может где-то прорекламировал такие саженцы, или откуда пошла эта информация, но вот люди, которые их спрашивают, такие саженцы, они вообще слабо представляют, какие бывают саженцы еще. И, кстати, когда говоришь, что саженцы с открытой корневой, ну как бы человек чуть ли не сразу кладет трубку. Так вот, что такое саженцы с закрытой, с открытой корневой? А вот это саженец с закрытой корневой, да, в горшочке. Вот, вот такой красавчик. А вот этот лес, который у меня за спиной, это саженцы с открытой корневой. Мы их выкопаем через пару недель, когда опадет лес, дозреет лоза. Стоит ли еще проводить какие-то сравнения? Состояние растения вот этого и вот этого. Ну, по-моему, разница очевидна. И если еще по этому можно сказать, что, ну, здесь был тоненький черенок, то, смотрите, здесь, да, черенок толстый, черенок хороший, но прирост, видите, какой все нормально с ним. Он уже уходит просто на зиму, в спячку, поэтому он такой, он живой и будет у нас расти. Но если у него вот такая верхняя часть, то нижняя будет точно такая же, небольшая, ни одно закрытое пространство, как бы вы его не кормили, как бы вы его не холили, не лелеяли, ну, не вырастет нормально. И неважно, однолетка, двухлетка, пятилетка, в этом горшочке ничего не вырастет сильного. Хоть вы пять лет его растите, потому что сажениц находится в очень стесненных условиях. Мы сейчас пойдем, я еще покажу. У меня таких примеров хватает. Да, и вот, то, что растет на природе, оно может, если оно развило вот такую верхнюю часть, вот, я встану в этот ряд, чтобы было понятно, оно уже несколько раз прочеканено. То есть, если у черенка проросшего были силы, чтобы нарастить вот такую массу, то и корни там будут соответствовать. И единственная проблема вот таких саженцев для нас, это их выкопать. В прошлом году, я рассказывала, мы лопату сломали. Пришлось срочно ехать покупать новую. Поэтому вот о выкопке, на самом деле, мы думаем с ужасом, потому что надо приложить к этому такие серьезные усилия. Я вам показывала маленькие горшочки, да, и вы могли подумать, ну, там же маленькие горшочки, поэтому. А если посадить в большой объем земли, вот, сидит в большом объеме земли. И можно показать, вот, сколько тут. Не, ну, прирост, конечно, есть, но все равно это не такой уж мощный саженец. Весной они были посажены, это привитые саженцы ко мне приехали из Италии. Ну, по определенным причинам мы их посадили именно так пока что. Вот. И, опять же, возраст, да, вот, если здесь посмотреть по прививке, то это, наверное, ну, может, даже трехлетка. Вот, там, коротенько обрезался. Ну, и что в итоге? Ну, все равно он не вырос слишком сильно, потому что, как бы мы ни старались, в какой бы мы огромный мешок ни посадили, все равно свобода есть свобода. И то, что растет в школке, там корни гораздо длиннее, чем вот этот мешок. И еще, касательно возраста. В каком бы возрасте вы куст ни посадили, в первый год он все равно будет мучиться, потому что для него был стресс. И неважно, садите, вот, вы годовалый саженец, двухлетний, вот этому лет пять, наверное. Ну, и что? Вот весной мы его посадили, да? Вот, видим, старая древесина, да? То есть кустик такой взросленький был. Ну, вот, что получим? Ну, два побега получили, да. В принципе, и лоза неплохо вызрела. Еще мы тут, ну, кое-что обрезали. Ну, по длине, да, будет примерно, вот, уже ветер веревочки оборвал. Ну, примерно такая же длина, как в школке. И вот еще, смотрите, пример касаемо возраста. Вот это растение. Так. И вот это вот рядышком. Вот мы их покупали, они были с открытой корневой, то есть они росли в школке, но они были двухлетки. Ну, в принципе, неплохо выросли, да? Вот, раз. А вот второй. А вот этот вот кустик, ну, примерно такой же, да? По размеру, как и те два. Тоже годовалый саженец из школки, ну, однолетний. Ну, годовалый, да? То есть тут в школке два года рос, те два. Этот один. Разницы нет, вообще никакой, абсолютно. Они развиваются одинаково. Еще раз хочу подчеркнуть, что пытаться, стараться найти двухлетку в надежде, что она вам быстрее даст урожай. И однолетка вам точно так же может быстрее дать урожай. Если вы правильно поухаживаете, если вы создадите хорошие условия. Если этих условий нет, то и нет. И в любом случае, в первый год посадки, растение все равно будет испытывать некоторый стресс. Ему надо адаптироваться на новом месте. Поэтому гоняться за чем-то очень возрастным, но особого смысла нет. Самое важное, это не возраст, а состояние растения. И еще раз повторю, на свободе у нас лес. А в закрытом пространстве, тут даже развиваться некуда. И чем старше кустик с закрытой корневой, тем на самом деле он хуже. Объясняю почему. Потому что корешка места мало, и они начинают закручиваться, закручиваться, закручиваться. И в дальнейшем при посадке. Надо быть очень внимательным. Вот когда-то, пару лет назад, просто невозможно снимать все, хранить где-то эти файлы. И думать, что может быть когда-то они понадобятся. Вот теперь бы понадобились. Так вот, пару лет назад мы по весне купили два саженца с закрытой корневой системой. Это были двухлетки. Ну и решили, как бы, уже в магазине они просыпались, эти саженцы. Мы решили их дома посадить в ведра, пока там до открытого грунта, да, ускорить. Ну опять же, иногда мы занимаемся некоторыми экспериментами. Ну вот, просто разрезали эту баночку, да, в новую земельку поставили, прикопали, поливали. Так вот, один еле выжил, а второй умер. Почему? Потому что когда вот так вот корни закручены, они не могут нормально развиваться. И любое растение, какое бы вы ни покупали с закрытой корневой, если оно вот так вот сезон росло, хорошо, но если оно росло больше, то там получается вот такой вот клубок. И этот клубок надо обязательно распутывать, распрямлять все эти корни. Конечно, часть обрежется. И только тогда садить. Тогда растение будет развиваться нормально. Если мы посадим вот этот клубок, ну, оно будет развиваться крайне плохо, вплоть до полной гибели. Это уже как повезет. И вот здесь еще важно, когда вы покупаете весной саженцы, если, допустим, вот они такие, да, с закрытой корневой, ну, почему-то вы хотите такие купить. Каждый же сам выбирает, что ему хочется. Так вот, если он еще спящий, только почечки там начали пробуждаться, нормально, да, это все можно распутать, правильно сделать, и он будет нормально расти. Но если там уже пошли зеленые побеги, то растению будет очень сложно перенести эту пересадку, потому что оно нуждается в питательных веществах и в нормальной работе корней, чтобы обеспечить эту зеленую массу. Здесь у нас все закручено, если мы начинаем распутывать, часть корней мы убираем, и для растения это стресс, ему же надо вверх кормить, если оно было спяще, ему было бы проще. Но когда уже вверх пробудился, активно начинает расти, то ему будет сложно. Значит, оно будет чахнуть, оно будет мучиться, но опять же вплоть до гибели. Такое тоже может быть. Даже вот эти прививочки я уже показывала как-то, когда про школку рассказывала, про них рассказывала. Они у нас до июня, до середины, может быть, даже до конца, но так получилось. Вот стояли в баночках, а потом мы их высадили в открытый грунт. Не, они нормально вызрели, да? Вот, но видите, они небольшенькие. А вот эта прививка сделанная позже и высаженная сразу в открытый грунт. Кстати, еще и плодоносил. Здесь была хорошая гроздочка. Ну, совершенно другое. Видите, и толщина другая. Ну, все другое. Поэтому мы даже не видим особого смысла пытаться расти что-то в баночках. Проще всего выращивать вот так. Ну, единственная проблема, которая с этим связана, я уже ее огласила. Выкопать это? Ну, надо хорошие крепкие руки. И крепкое здоровье тоже. Конечно, кто-то может быть, ну, я так предполагаю, что думаю, что, ну, вот, закрытый корневой, да, там ничего не пересохнет. Я это поставлю там в подвальчик, либо дома на подоконниче, куда-то поставлю, оно будет храниться. Так вот, саженцы с открытой корневой. Какие корни я сейчас вставлю в фотку прошлого года, да, чтобы было, ну, конечно, не все вот, да, стопроцентно. Здесь такие лень, я чуть послабее. Ну, основная масса, плюс-минус, вот такая. Так вот, после выкопки мы их помещаем во влажный субстрат. Поэтому корни не пересыхают. Более того, такие саженцы, они находятся в спящем состоянии. Высаживать их можно в любое удобное время. Ну, самое главное, чтобы они хранились, да, в этом влажном субстрате. А так, до того момента, пока не замерзнет земля осенью. Весной, как только можно что-то копать, можно садить. Можно весной не сидеть на постоянку, просто прикопать, или даже в земле вырыть яму, там, сантиметров 30, да, положить его полностью на дно, прикопать, но только не забыть, где он был, да, чтобы весной откопать. А можно положить в подвал. Прекрасно сохранится. Можно положить даже дома в холодильник. То есть хранить можно, как угодно. Он спящий, и ему абсолютно все равно. Что с ним в этот момент происходит? Не надо винограду там, кто-то считает, что вот осень, ему там надо какое-то время, чтобы прижиться. Он спит. Все, те процессы, которые там должны происходить, они будут происходить. Как бы не надо этого бояться, и думать, что ай-яй-яй, нет, спокойно можно, я же говорю, пока не замерзнет земля. Осенью, да, весной, как только она отмерзнет, можно высаживать. То есть в любое удобное вам время, ну, либо сохранить их, опять же, тем способом, который вам будет наиболее удобен. Конечно, при выкопке мы их подрезаем и верхнюю часть, и нижнюю часть. Вообще помню, что по классике формировки нам на второй год надо всего лишь две почки. Мы оставляем несколько больше, и, соответственно, укорачиваем верхнюю часть, и нижнюю часть, ну, плюс-минус соразмерно. Тогда растению будет легко развиваться на новом месте, потому что для растений важен баланс верха и низа. Тем не менее, вот, росли они замечательно, и, ну, разницу саженцев с открытой корневой и закрытой я вам показала. Конечно, каждый выбирает сам то, что ему лучше. Ну, для общего представления мы показываем, что такое годовалые саженцы с открытой корневой. Вот, смотрите, саженец с открытой корневой системой. Саженец годовалый. Обращаю внимание на то, какие здесь корни. Саженец из подвала. Вот только начинают просыпаться почки. Тоже до середины лета смело можно высаживать. За счет вот этих мощных корней он прекрасно и быстро пойдет в рост. Конечно, можно пронормировать. Мы оставляли большой запас почек, да, столько не надо. Достаточно оставить 2-3, но, тем не менее, это очень хороший, крепкий и сильный саженец. И даже в прошлом году, как раз, когда у меня была заставка на видео, где я остаюсь такими вот пучками, тут такие бороды корней, кто-то писал, что, ой, ну, у вас это, наверное, двухлетки. Нет, это не двухлетки. Это годовалые саженцы. Весной мы посадили черенки, в косвене получили вот такой результат. Ничего особенного мы не делаем. Это обычная земля. В прошлом году она мульчировалась, весной просто перепахалась. Пленочка, спонгонт, капельный полив. Все. Ничего больше. Просто какая-то у нас тут волшебная земля, может, гномики ночи, по ночам ходят, все это поливают. Пока мы спим, тем не менее, вот такой результат мы можем получить. Ну, еще раз повторюсь, что разница вот с этим, да, она очевидна. Конечно, это тоже саженец. Он тоже нормально пойдет в рост при хорошем уходе. Ну, все равно мы понимаем, что вот такое растение и растение, которое в первый год развивалось вот так, ну, это все-таки два разных растения. Хотя, конечно, каждый выбирает сам, что ему лучше. Моя задача состояла лишь в том, чтобы объяснить вам, что такое открытая корневая система и как растения развиваются там. И что такое закрытая корневая система. Ну, а также то, что возраст это не самое главное. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и до новых встреч.